За последние сутки в Ненецком округе выявили один новый случай заболевания COVID-19 у жителя Нарьинмара. Один человек выздоровел. Таким образом, на сегодняшний день лечение от коронавируса получают 111 пациентов. Из них в стационаре 18. Неблагоприятная эпидемиологическая ситуация наблюдается в некоторых образовательных учреждениях округа в связи с сезонными заболеваниями ОРВИ и ОРЗ. 20-процентный эпид-порог превышен в детских садах в поселках Риверы Красное. Они закрыты на карантин, как и несколько групп дошкольников в городских детских садах Умка и Ромашка. На оперативном штабе на прошлой неделе было принято решение о временной приостановке работы бассейнов в дошкольных учреждениях Нарьинмара в целях профилактики сезонной заболеваемости. Но не все родители одобрили это решение. Об этом в том числе шла речь на оперативном совещании главы региона. Мы приняли решение по ограничению работы бассейнов и от жителей пошла обратная связь в социальных сетях. Что мы тем самым, используя в качестве повода ковидную ситуацию и распространение вирусных заболеваний ОРВИ, закрываем бассейны как по сути один из элементов закаливания детей. Вот здесь тоже, если можно, проясните. Если это действительно так, то как бы не совсем логично. Как пояснила заместитель губернатора профильного направления Наталья Сидорова, решение о закрытии бассейна в детских учреждениях было согласовано с управлением Роспотребнадзора. Это решение также позволяет снизить нагрузку на медицинский персонал, которое в последнее время увеличилось в связи с сезонными заболеваниями ОРВИ. А как известно, купание в бассейне в дошкольных учреждениях без медицинского сопровождения невозможно. Родители должны об этом быть проинформированы. Должны родители это понимать. Поэтому проведите, пожалуйста, работу разъяснительную. И если будет настоятельное требование открывать от родителей, для того, чтобы закаливать детей, тогда мы будем адекватно действовать. На оперативном совещании губернатора обсудили и новую систему оплаты надбавок медицинским работникам, задействованным в лечении больных коронавирусной инфекцией. Знаю, что в этом месяце мы последний раз сделали начисление по прежней системе. Теперь все будет идти через фонд социального страхования. Нам очень важно, чтобы медики при изменении системы оплаты не потеряли, чтобы сохранились все коэффициенты, которые были ранее. Понимаем, что медики сейчас работают в особом режиме, и оплата их труда должна быть достойной. Как пояснил Сергей Сверидов, руководитель профильного департамента, медицинские работники получат надбавки за работу с ковидными пациентами в полном объеме. Только теперь эти средства будут переводиться через фонд социального страхования. В медицинских организациях уже установлены программные продукты, через которые будет передаваться вся информация, реестры в фонд социального страхования от медицинских организаций. И, соответственно, эти выплаты будут в медики. Фонд социального страхования будут произведены на числении и перечислены на карточке медицинским работникам. На федеральном уровне также решен вопрос о дополнительной оплате летному составу Нарьинмарского авиапредприятия, который выполняет санрейсы по доставке больных ковид-19 в стационар Неницкой окружной больницы. Получать средства из фонда социального страхования пилоты будут уже за ноябрь. Конечно, потребовалось достаточно много времени, чтобы убедить правительство и всех, кто был причастен к этому постановлению, чтобы убедить в том, что у нас фактически пилоты работают как водители скорой помощи. И они вправе получать такую же надбавку, как водители скорой помощи. Ну, к сожалению, в таких условиях работаем мы, еще, может быть, несколько субъектов. И то, что справедливость восторжествовала, и мы смогли все-таки фактически продавить это восстановление. Поэтому, ну, большое достижение. Поздравляю и вас, и поздравляю пилотов, летчиков, что социальная справедливость восторжествовала. В настоящее время в округе амбулаторное лечение от коронавирусной инфекции на дому по месту жительства получают 93 человека. Оперативную помощь амбулаторным больным с этой недели будет оказывать специальная медицинская бригада. Выделить такую бригаду стало возможным после начала работы горячей линии по ковиду, что снизило нагрузку на медиков скорой помощи. Специалисты будут посещать амбулаторных больных на дому регулярно. Чтобы потом эти амбулаторные больные не попадали к нам в окружную больницу, имеет смысл держать такую бригаду, которая будет выезжать и прямо на дому при необходимости ставить капельницы и более интенсивно проводить лечение амбулаторное. Мы по-прежнему готовы обеспечивать врачей транспортом из гаража администрации. То есть от вас формируется запрос, сколько нужно транспорта, и необходимое количество транспорта будем выделять ежедневно. Более того, принято решение о выделении Ненецкой окружной больницы финансовых средств на приобретение машины скорой помощи класса А для доставки в стационар больных из аэропорта, доставленных в Наринмар рейсами санавиации. Катерина Дементьева, Антон Водряков, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова